На МАЗ на наш наехал, потому что падают продажи грузовиков, ну просто интересно, в Россию именно, да? Падают довольно серьезно, лидером рынка остается КАМАЗ, а мы все не можем продать. И Лукашенко жалуется, что конкуренция невероятная и очень тяжело, даже на российском рынке, очень тяжело, очень тяжело. Ну так а что же вы сидите в этих высоких кабинетах, почему, блин, не договориться на самом деле? Ну что Россия такая маленькая? Ну просто купить, чтобы постоял, ну неужели? Ну просто поставьте его, дайте денег МАЗу и все. Что они выделывают? Вы сказали, Лукашенко, там, Анищенко, НАМАЗ. Я думаю, какой НАМАЗ? При чем тут НАМАЗ? При чем тут? Ну не, не совсем про это. Вот, друзья, это вот пример того, вот эту новость логично рассмотреть с другой новостью по поводу того, что делает Россельмаш. Ой, ой, дайте я расскажу, я расскажу, это же людям надо рассказать. Да, потому что эти две вещи, они абсолютно вместе как раз их хорошо анализируют. Я знаю, значит, о чем вы говорите, и внимание, дорогие друзья, про Россельмаш. Россельмаш. Совладелец Россельмаша Константин Бабкин заявил, что завод, на который было потрачено 10 миллиардов, не имеет коммерческого смысла. Потому что продукцию все равно выгоднее закупать в Китае. Многие другие компании, говорит Бабкин, получающие субсидии от государства, вынуждены работать в минус, против экономической логики. Были вложены многие миллиарды, лет 5 работали над этим проектом. Но коммерческого смысла в нем на сегодняшний момент нет. Коробка передач получается дороже той, которую раньше нужно было купить в Японии, а сейчас в Китае. То есть, хорошо сформулировал, локализация через насилие. Локализация, это когда выпуск... Вот, друзья, это как раз две вещи, две новости, которые можно объединить, обсуждать вместе. Потому что, что такое белорусский масс, белорусский тракторный завод и прочие машиностроительные заводы. Так или иначе, там есть большой компонент импорта, и Лукашенко постоянно говорит, локализация, необходимо все отечественное, замкнутое производство и так далее. И что получается? Получается, что белорусский масс, это вот тот парадокс, который нужно просто зафиксировать. Чем больше локализации, больше белорусского в белорусском массе, тем он дороже и менее конкурентоспособен, тем он хуже по качеству. Почему? Потому что белорусские руки технологии и организация производства существенно уступают тому, что делает КАМАЗ, тогда дело вместе с Мерседесом, и делают китайцы, которые понимают, что они должны работать по мировым стандартам. Поэтому многие вещи автоматизируют, закипают современные роботы, там у них другой совершенно уровень качества, потому что как раз те предприятия, которые выходят и делают экспансию на внешний рынок. Поэтому тот факт, что белорусский масс, не имея никаких барьеров на рынок России вступления, имеет только около 4% рынка, вот как показывают данные, говорит о том, что мы даже в том, что является чуть ли не нашим национальным серебром, что масс работает в условиях коммунизма. Любые деньги, любые инновационные продукты, любые льготы, без пошлинного импортного оборудования, все, что хочешь. И в этих условиях эти товарищи не могут создать конкурентную машину, конкурентный тракт, конкурентный автобус и так далее. Вот в чем проблема, друзья. И поэтому, когда Лукашенко на Гомсельмаш, на другое предприятие ездит и говорит, нам нужно увеличить локализацию, что те же китайцы, которые ставят знак там свой Белджи или Джили, они думают, потому что, блин, представляете, мало того, что это сразу качество, а второе, это и цена, это и репутация, и это потеря рынка. Потому что китайцы на самом деле конкурируют сами с собой уже на российском рынке. Они думают про то, что белорусы с МАЗом своим представляют какую-то там конкуренцию. Вот, друзья, поэтому слова руководителя или учредителя Россельмаша, это просто приговор всей нашей промышленной политики и импортозамещения, принуждения к локализации и покупайте белорусское. Потому что если даже, условно, в кавычках, братья-россияне со своими схематозами, домами торговли, не покупают белорусское, то вы представляете, до чего за 30 лет довел Лукашенко отечественную продукцию, отечественную промышленность, что все, даже то, что было, покрылось толстым полем, пыло там слоем ржавчины и продается, ну только может через какие-то там, знаете, особые схемы, которые, знаете, как вы помните, у нас первые автомобили Белджи покупали полиция, милиция покупала, прокуратура или там исполкомы, потому что нужно было выполнить какой-то план. Мы уже говорили об этом, но проговорить-то еще раз можно. Вот вы говорите, да, там беспошлиный импорт, ну того, чего можно ввести на завод, да, ну, пожалуйста, пользуйтесь, там, значит, льготы какие-то, какие-то там послабления там-то, там-то, налоговые, все это есть чудесно, хорошо. Вот я помню слова Лукашенко про бегунов, он сказал, почему вы не можете завоевать золотую олимпийскую медаль? Я понимаю, когда нужна какая-то инфраструктура, бассейн и там, чтобы пловцов во спиды и все остальное. Ну бегуны, вышел, побежал, что мешает тренироваться? Вот здесь, Ярослав, что мешает произвести конкурентную продукцию? Что мешает? Все же все условия созданы. Что плохо? Что руки с жопы у людей растут? Или же в чем проблема? Есть такое понятие мотивации. Понимаете, вот если это наше, если это мое, если это семейное, если я понимаю, что я сейчас сделаю, у меня будет прибыль, у меня будет роскапитализация, у меня будет, на меня будут смотреть все, как на героя, я буду там по телевизору, мой бренд будет значить что-то. То есть есть рыночные, вполне абсолютно классные мотивы и стимулы для того, чтобы делать лучше. Да, и они работают прекрасно во всем мире, понимаете, быть лучшим там производителем. Если ты ставишь, например, МАЗ, ну хорошо, МАЗ, сколько доля рынка мирового? И ты, если, например, ты частный собственник, у тебя есть акционеры, у тебя есть инвесторы, ты на совете директоров говоришь, я хороший управляющий. У меня есть классные ребята, вот Константин, великолепный конструктор, он придумал там подвеску, он придумал рессоры, он придумал там охлаждение, наше новое поколение МАЗа порвет там Scania, Volvo и все прочее. Хорошо, мы сбросимся, вот тебе 100 миллионов долларов, покупайте, что надо, и вы делаете. И вы начинаете экспериментировать. Удались, удался эксперимент, все классно, вот тебе, пожалуйста, бонусы советовать директорам, конструкторы и все прочее. Что, какую мотивацию имеет руководство МАЗа делать конкурентную продукцию? Во-первых, они далеко не всегда отвечают за те решения, которые приходится решать, потому что это согласование с администрацией, силовыми структурами, мастерством промышленности. А кого покупать, с какими откатами покупать, куда продавать? Всем общеизвестно, что попробуй ты МАЗ продай или БелАЗ продай куда-то, куда ты захочешь. Там есть четкие дома, которые схвачены все, и там все контролирует семья. Попробуй ты металл поставить на МАЗ дешевле конкурентного и хорошего качества. Не получится, потому что есть сбыт, есть снабжение, где сидят свои люди с откатами схемами. То есть на каждом этапе производства сидят свои люди с порочной мотивацией. Нету никого, кто был бы заинтересован в том, чтобы МАЗ был настоящим коммерческим успехом. Поэтому МАЗ или другие такие рода производства, они обречены на проедание, проседание, на то, чтобы быть сереньким производителем, но никогда не быть лидером рынка. Почему у китайцев получается? Потому что китайцы в отдельных сегментах, отдельных территориях сделали реально настоящий слой свободного рынка и сказали, Все, мы не трогаем. Пожалуйста, делайте, что хотите, как хотите. Единственная ориентация на мировые стандарты. А что это мировые стандарты? Вот как раз это самое. Поэтому там есть и китайские хорошие промышленные предприятия, и производство панелей, электромобилей и все прочее, потому что люди мотивируются вот именно этим. Но они понимают, что там определенные правила игры, безусловно, должны соблюдаться. В Беларуси качество управления и результаты принятия решений отделены между собой. То есть я директор, но я получаю больше бонусов не от того, что у меня там я продал на 20% больше. Хорошая продукция. Хорошая бренд. Спросить просто у Мазовцев или у Гомсельмаша или у МЗКТ, а сколько, друзья, стоит ваш бренд? Просто бренд, да? И вы понимаете, что это бренд стоит такого понятия. Мы говорили уже об этом, да, в прошлой программе. Да, нематериалных этих не будет. Китайцы об этом задумались, а наши до сих пор не думают. Поэтому, знаете, в ситуации, когда можно все завернуть в серую бумажку и обезличить, да? Можно на любой товар нацепить, там, трактор Лукашенко, МАЗ Лукашенко, автобус Лукашенко, колбаса Лукашенко и все. Или номер один, номер один, мем сделать такой. И все, и все будет понятно, по умолчанию будут знать, да? Других просто быть не может. Отсюда и качество такое. Ну, вот видите, я думаю, что мотивация, это вы говорите, там вопрос мотивации, да? Понятно, сейчас все вы это объяснили, но Александр Иванович же сказал недавно. Не хотят работать просто белорусы, вот и все. Как китайцы. Не хотят работать. Не хотят люди работать на феодала, не хотят работать на эксплуататора. Когда вот были сравнения, почему, например, один из примеров того, почему крепостное право, почему рабство, как институт, они были неэффективными. Потому что, ну, ты можешь работать спустя рукава, ты можешь работать под палки, да, какую-то можешь работать, но когда ты хочешь получить результат, да, совершенно другое дело. Вот недавно там один британский миллиардер заразделал какой-то проект, сказал, все, ребята, я там 75% раздаю своим работникам компании. И все будут миллионерами, потому что все работали и тут понимали, заработали много прибыли. И главный стейкхолдер сказал, там, хозяин говорит, я раздаю эти деньги там тому-то столько, ну, понятное дело, там, не по-равному, но все станут миллионерами. И я уверен, что эти ребята, которые так работают, вот в таком вот системе мотивации, они будут работать в два-три раза эффективнее, потому что они понимают, работают на себя. Свои деньги, своя рубашка ближе к телу, это мировоззренческая аксиома никогда никем не оспорена была. А вот теперь слушайте про свою рубашку ближе к телу. У нас совсем немного времени осталось, но, мне кажется, это очень важная тема. На прошлой неделе правительство утвердило списки видов деятельности для ИП и самозанятых. Ну, что это за списки такие? Это значит, либо вы можете продолжать работать, либо вы не можете продолжать работать, или переходите в юрлицо. Юридическое лицо, все правильно. Меняйте статус, делайте компанию, либо все, до свидания. Там оптовая торговля, журналистская деятельность, оказание юридических услуг, мотоциклами теперь нельзя торговать. И по оценкам Министерства экономики, в этот перечень, который сейчас утвержден правительством, попали виды деятельности, по которым работают порядка 20 тысяч индивидуальных предприятий в Беларуси. Понятно, что они помрут просто. Ну, все, давайте вычеркнем 20 тысяч предпринимателей. Давайте, все, вычеркнули. Так надо. Лукашенко действительно пожмет руку последнему предпринимателю в скором времени? Нет, ну так 260 тысяч минус 20, понятно? Ну, слушайте, но работают удачно, идут, как сказать, в том направлении, нет? Можно идти 20-30 лет. Почему никогда эта схема не будет уничтожена? Потому что через эту схему работают, в том числе, ВИП-распорядители потребителей чужого на разных сегментах рынка. Самое опасное в том, что сделало правительство, это даже не то, что оно что-то ограничило, там, оптовую торговлю, потому что это все элементы крышевания. Нельзя обыкновенному человеку создавать конкуренцию силовым структурам, чтобы они, только им можно заниматься контрабандной, только им можно конкурировать между собой. То есть у нас есть коммерческие структуры, там, прокуратуры, МВД, КГБ, Следственного комитета, местных исполкомов, которые между собой, КГК, понятное дело, которые вот они поделили, и иногда между ними вспыхивают какие-то там споры и разногласия. Вот это вот как бы есть предметом разборок у Лукашенко. Что касается мелких, вот обыкновенных людей, то нет. Сидите, ждите, договаривайтесь с крышами, сделайте свои собственные сети. И будет вам счастье, причем эти самые вот коммерческие организации, посредников, они приходят и предлагают свои услуги. Но вот в этом постановлении самое опасное следующее, то, что действительно заставляет как раз всех насторожиться и всегда работать с этой нервозинкой в глазах или тиком на лице, что там написано, в любой момент правительство может пересмотреть список тех людей, тех специальностей, которые можно работать и П, и самозанятым. И тут человек работает, он, знаете, человек, все, ура, пролетело, я буду развивать такой бизнес, вложился в оборудование, наладил производство, расширил. Раз и пересмотрели. И тут правительство, приходит, нет, приходит к нему какой-нибудь контролер такой серый, да, и говорит, слушай, ты так вложился, хорошо, твой бизнес стоит там 5 миллионов долларов. Ярослав, простите, ради бога, пишут киевляне в укрытии, кинжалы, калибры в районе города. Может быть, надо вас уже отпустить? Не надо ничего, там, это же, слушайте, я... Ну так пишет Балаганов. Я понимаю. Вот, поэтому вот закончу мысль, что, что если, если в этой ситуации, да, приходит какой-нибудь такой серый контролер к ИП и говорит, слушай, твой бизнес стоит 5 миллионов долларов. И вот тут есть проект постановления о том, чтобы твой вид бизнеса запретить ИП, но если ты заинтересуешь, я, понятное дело, приложу максимум усилий, чтобы этого не произошло. Поэтому, друзья, вот такого рода постановление, это кормушка для распорядителей чужого контролеров. И, конечно же, ты, знаете, когда повесили на твой табор гильотину, и ты не знаешь, когда она опустится, на кочью голову опустится. То есть полная непредсказуемость и полный риск. — Да. Спасибо, Ярослав, вам за этот разговор, что поддержали, так сказать, мое одиночество в этот понедельник. — Оба, у нас действительно что-то очень попадало, слышу прямо через наушники, что что-то гремит, да, какие-то взрывы. — Спасибо за ваше время и держитесь, пожалуйста. Что мы можем еще сказать? Будь проклят Путин. — Все хорошего, держимся разом. — Счастливо. — Все хорошего. До свидания, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok